В галерее Брестского государственного технического университета немноголюдно. К оператору, который регистрирует желающих пройти ЦТ, подходят без очереди ожидания. Но так, по словам специалистов, будет не всегда. Ближе к концу месяца, а регистрация продлится по 1 июня включительно, за пропуском на испытания придется постоять. Притом постоять лично абитуриенту. Только тот, кто в дальнейшем будет проверять свои знания и может оформить документы. Все пункты регистрации, которые у нас обозначены в Брестской области, то есть непосредственно в Бресте – это Брестский государственный технический университет, университет имени Пушкина, в Барановичах – это Барановический госуниверситет и в Пинске – это Полесский государственный университет. Все эти пункты работают в будние дни с 9 часов до 19, без обеда. 13 и 27 мая – это субботние дни, будут работать эти пункты с 9 до 18. Соответственно, в воскресенье остальные дни уже выходные. Несколько слов о нововведениях стартовавшей вступительной кампании. В 2017-м абитуриенты могут сдавать 4 теста вместо 3-х. Притом нет никаких ограничений в части выбора предметов. К примеру, можно сдать и русский, и белорусский языки, а потом выбрать лучший результат. Потенциальные студенты правом проверки знаний по 4 дисциплинам не пренебрегают. Да, я воспользовалась таким правом. Буду сдавать историю Белоруссии, русский язык, биологию и химию. Собираюсь поступать в Пушкино, на факультет логопедии. Попробую, что здесь выйдет. Я собираюсь поступать в... Ну, попробую сюда, в Белорусский технический университет. Если нет, то пойду тоже в Брест, но приборы строительные. Сдаю я физику, математику, русский и историю Белоруссии. Ну, как это, регистрация прошла быстро. Так, в основном, все нормально. Нет ни удобства. Следующая информация будет полезна для тех, кто еще не успел разобраться в алгоритме регистрации. Приходит абитуриент, проходит предварительную регистрацию. То есть, приносят обязательно паспорт. С паспорта списываются данные, фамилия, имя, отчество, серия номер паспорта. Вместе с анкетой распечатывается так называемый лицевой счет. На вот этот лицевой счет необходимо будет оплатить 2 рубля 30 копеек за один предмет. Естественно, у тех ребят, у которых есть мобильный интернет, можно оплатить прямо, так скажем, не отходя от оператора. Либо через информкиоск, либо через обычный расчетно-кассовый центр. И уже придя после оплаты к оператору, оператор видит, соответственно, так скажем, то, что эта оплата прошла. В результате этого распечатывается, соответственно, 3-4 пропуска в зависимости от нужды абитуриента. И уже на этом регистрация будет закончена. Централизованное тестирование в 2017 году стартует 12 июня. Первое испытание по традиции белорусский язык. Последнее в текущем году – всемирная история 2 июля. Резервные дни, когда можно будет сдать ЦТ тем, кто по уважительной причине пропустил его, в основной – 6, 8 и 10 июля. Регистрация на них начнется в конце июня.